Рада приветствовать вас в Государственном Дарвиновском музее. В декабре 2022 года у нас открылась чудесная выставка ботанического рисунка. Называется она «Цветочные часы Карла Линея». И организатором, вдохновителем этой выставки стало Русское общество любителей ботанической иллюстрации. Это общество объединяет не только художников, но и вообще всех людей, которые неравнодушны к изображению растений в живописи, в декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре, в книжной иллюстрации. И сегодня автор этого проекта «Русское общество любителей ботанической иллюстрации» Елена Анатольевна Винничек проведет с нами беседу. Мы сегодня поговорим о станциях московского метро, в оформлении которых присутствует образ растений. И поговорим об их символике. Елена Анатольевна, продолжите? Да, конечно. Здравствуйте, дорогие друзья. Я благодарна, что вы пришли сегодня. Мне очень интересна тема, которой я занимаюсь, и мне очень интересно рассказывать людям о том, что я узнаю нового, что лежит под спудом. Зачастую люди не знают, а может быть не помнят. И открывать это людям мне очень интересно. Я надеюсь, что будет интересно и вам сегодня. Вот я смотрю, что у старшего поколения у нас сегодня много. И то, о чем мы сегодня будем говорить, очень может быть, что вы знаете. Может быть, у вас свое отношение к этому будет. Но, тем не менее, я излагаю факты. Сегодня мы будем говорить в основном о станции метро Проспект Мира Кольцевая. Вы знаете, когда я планировала цикл лекций про ботанику в Московском метро, первым делом, конечно, хотелось сделать экскурсии по станциям кольцевой линии Московского метро. И начать я, естественно, планировала со станции Проспект Мира, потому что неподалеку там находится ботанический сад, аптекарский огород. Ну и логично, что именно оттуда мы и должны были стартовать. Но когда я начала изучать эту всю историю, как, что, чего, куда, я просто, извините, завязла в информации. И мне захотелось рассказать о многом, о многом, о многом. И сегодня мы с вами вместе попутешествуем. Прошу внимания на экран. Это одна из первых, точнее, не первых, нет, ну, карт Московского метро. Мы здесь видим, естественно, Сокольническую линию, Арбатско-Покровскую линию. Ну, вот эти вот радиальные линии мы все эти, диаметры мы все эти видим. И видим, что кольцо у нас раскрашено двумя оттенками, прозрачненько-беленько и в точечку. И вот справа внизу мы видим, что вот это то, что в точечку, это первая очередь, обратите внимание, большого кольца. И то, что предполагается, как бы, во вторую очередь, вторая очередь большого кольца. Мы сейчас вспоминаем, что нам сейчас строят большую кольцевую линию. И, оказывается, когда-то то кольцо, которое у нас сейчас называлось, ну, планировалось, что оно будет большое. Я потом пыталась понять, а почему большое. Оказывается, хотели раскопать еще кольцо под бульварном. Ну, там до такой степени плотная застройка, и там все под землей было очень сложно, что решили отказаться. И вот, в первую очередь, это дают два названия. Белым – это то, как называлось раньше, и желтым – это как называется сейчас. Парк культуры и отдыха имени Горького. Калужская, сейчас мы называем, ну, она называется Октябрьская. Серпуховская, называлась Добрынинская. Павелецкая, Таганская и Курская. Следующая очередь – это уже 52-й год. Белорусская мы видим, Новослободская, Комсомольская и Ботанический сад. Сейчас эта станция называется Проспект Мира. Понятно, что шла, естественно, пропаганда этого метрополитена. Вот мы видим, марки выпускались. Вот везде стоит 52-й год. Посмотрим поближе. Вы знаете, в одном месте я нашла при описании этой станции. Станция Ботанический сад – это архитектурная жемчужина, нанизанная на нитку кольцевой линии. И в процессе беседы вы узнаете, почему так. Потому что она очень красивая. Вот на каждой станции Московского метро можно видеть вот такие таблички, где написано, когда эта станция была открыта конкретно. И вот здесь так и пишут, что станция Проспект Мира до 1966 года Ботанический сад открыта 30 января 1952 года. Нашла такую вырезку. Ботанический сад Московского государственного университета. Это тот самый аптекарский огород, про который мы говорили, что рядышком он находится. И прошу обратить внимание, смотрите, адрес-то здесь еще станции метро нету. Мы можем доехать, адрес здесь указывается Первая Мещанская, можно доехать до Ботанического сада на трамвае, на автобусе, на троллейбусе. Метро здесь еще нету. Вот так выглядел вход в Ботанический сад МГУ на проспекте, тогда это Первая Мещанская. Мы все помним, кто бывал, все, наверное, бывали в Ботаническом саду в аптекарском огороде. Конечно, сейчас там совершенно другая картина, но вот тем не менее, вот так он выглядел когда-то. Вот что такое аптекарский огород, ботанический сад? Раньше он назывался аптекарским огородом, потому что выращивались там лекарственные растения для нужд лечения жителей Кремля. И вот Алексей Михайлович, первый наш Романов, он основал аптекарский приказ, который находился в Кремле напротив Чудового монастыря. Но монастыря, к сожалению, уже нет, но и аптекарского приказа тоже. Но тем не менее, он там был. Его сын Алексей Михайлович расширяет сеть аптекарских огородов. Они появляются у Мясницких ворот, в Немецкой Слободе, у Каменного моста. Кстати, у Каменного моста, это вот, если так вот известно, что это стало на каком-то этапе Александровским садом. Он так стал называться уже. Но вообще раньше на месте Александровского сада был аптекарский огород. И также, конечно, Алексей Михайлович, у него были в Измайлово, в Коломенском загородной резиденции, там тоже разбивались аптекарские огороды. И вот царь издает ежегодное повеление воеводам собирать травы, цветы и корени, которые годны к лекарственному делу. И сын, уже дальнейший, следующий наш государь, в 1706 году Петр I на окраине Москвы за Сухаревой башней закладывает еще один аптекарский огород. Конечно, у царя Петра I в Санкт-Петербурге в Петербурге есть уже аптекарский огород, но он решает это сделать еще и в Москве. И вот этот сад, огород был учрежден на самом выгодном месте и служил для употребительных и врачебных растений. Дальше жизнь аптекарского огорода складывается следующим образом. Понятно, вся жизнь в Петербурге. Москва, город, конечно, тоже достаточно крупный, своеобразный. Но здесь как-то никто за этим аптекарским огородом особо не следит. Он стал хереть, зарастать. А в это время Московский университет как раз подыскивал место, где можно было бы заниматься выращиванием растений, их изучать. Потому что ботаническая наука в Европе развивалась, и у нас тоже. И, конечно, Московскому университету нужно было такое место. И вот Александру I предложили, что можно было бы для Московского университета выкупить как раз тот самый аптекарский огород, который за Сухаревой башней. Что, собственно говоря, и произошло. И вот тут очень интересную такую карту я нашла. Хочу буквально два слова сказать. Вот смотрите, мы здесь слева внизу этой карты видим первое Мещанское, то есть чтобы сориентироваться, как он, да, Грохольский переулок, как он и сейчас, Грохольский переулок. А если мы посмотрим список, вот план ботанического сада, смотрите, здесь есть растения полезные, растения ядовитые, растения огородные, и растения продажные. Ну, такая вот интересная терминология. И продажные растения, да. И вот взяла я вот этот кусочек и решила сюда вот поместить для того, чтобы вы увидели, что смотрите, вот эта круглая клумба, она, собственно, историческая, она осталась. И вот эти дорожки вокруг этой круглой клумбы, они тоже есть. Честно говоря, давно не была в саду, и не помню, до сих пор она там, ну, пруд точно совершенно там остался, а вот с этой круглой клумбой можно специально пойти и посмотреть. Все, конечно, узнают вот эту вот оранжерею тропическую, пока еще без этого длинного пруда, который идет от входа, все там были, все знают. Тем не менее, вот она так выглядела. Всегда, во все времена, он был популярен. Это уже после революционной фотографии, но довоенная. Ну, вот такие тут плавают большие красивые листы тропические. И вот мы смотрим на этот ботанический сад с высоты, наверное, с крыши, наверное, дома, с противоположной улицы. Вон он, ботанический сад. Вон он, видите, деревья, да, вот верхний третий. И вот если смотреть оттуда, вот из центра, по правой стороне мы видим ботанический сад, а вот это вот здание, дом 30, дом Брюсова, в настоящее время это музей поэтов Серебряного века. Ну, тоже, наверное, бывали в этом музее. Он вот остался, он есть. Ну, а ботанический сад, конечно, сейчас немножко по-другому выглядит. Ну, такая вот, значит, интересная фотография. Ну, время идет. В 1935 году был утвержден генеральный план реконструкции города Москвы. И, конечно, Мещанская улица, она, так сказать, как мы сейчас ее называем, такой вылетная магистраль, да, она из центра шла на окраину. И, конечно, тоже подверглась реконструкции. Кто бывал в этих местах, конечно, мы все были. И вот кто помнит, с левой стороны дом, да, это жилое здание наркомата совхоза в 1938 год. То есть это уже, ну, считай, новое здание. Малоэтажная застройка уже потихонечку сносится. А вот справа дом 36, доходный, он тоже, он есть, он существует до сих пор, и мы сейчас увидим, как вписали архитекторы в строящееся здание. И вот это вот дом 38, который сейчас он существует, это дом 13-этажный для работников метрострой. И вот в первых двух этажах, собственно, было запланировано организация входного вестибюля в станцию метро Ботанический сад. Вот, пожалуйста, фотография тоже старая, но, тем не менее, вот с левой стороны, видите, вот дом с балконами, с этими такими высокими, красивыми, он вот как раз 38-го года, а с правой стороны кусочек того самого доходного, который 900, по-моему, 6-го или 10-го, 6-го, по-моему, да. И вот оно, собственно, как всё красиво выглядело. Подойдём поближе. Тоже старая фотография. Всё узнаваемо абсолютно. Слева, справа вход-выход, богато украшенные вот такой вот лепниной. Часы, которые тоже оформлены какими-то гирляндами. Надо будет посмотреть поближе, там очень интересная такая вот эта фотография. Что я имею в виду? Вот смотрите, вот я поближе часы нашла такую фотографию. Мы все разбираем метрополитен имени Кагановича. Мы знаем, что он был Кагановичей, естественно, до Ленина. Но станция называется, здесь написано, не ботанический сад, а ботаническая. И вот вы знаете, сколько я не пыталась перелопатить всякая литература, вот это слово ботаническая, вот почему она так называется, вот непонятно. Ну, ботанический сад мы привыкли. Но тем не менее, вот интересная такая деталь. Спускаемся вниз. И видим вот такую красоту. Понятное дело, как я уже сказала, всякая наглядная агитация, естественно, изготавливалась. И плакаты, и диафильмы, и кино, и документальные фильмы. И вот здесь мы видим, что оформление станции ботанический сад посвящено великому сталинскому плану преобразования природы. Все мы жили в прошлом веке. Слово преобразования природы как-то немножко вздрагиваем, но я во всяком случае, потому что в конце 20 века, помните, реки надо было повернуть в другую сторону, сибирские, и зачем это надо, и, в общем-то, так немножко мы беспокоились все. И сейчас тоже, наверное, у многих такая мысль, а зачем эту природу преобразовывать? Такой вопрос задает, наверное, каждый, когда услышит это слово. Оказывается, и, честно сказать, вот этого я, учившаяся в советской школе, этого факта, вот не знала, может быть, нам просто об этом не говорили. После Великой Отечественной войны в Советском Союзе разразился массовый голод 1946-1947 года. Причины этого голода ученые объясняют, ну, во-первых, неблагоприятные климатические условия, ну, согласитесь, в общем-то, погода, она и есть погода, она всякая бывает разная. Ну, здесь это сейчас ставится на первое место. Дальше, конечно же, после войны сокращение пассивных площадей, конечно, ослабление материальной базы колхозов, нехватка рабочей силы. И что самое ужасное, чрезмерно высокие нереальные планы хлебозаготовок. Дело в том, что надо было кормить социалистический лагерь, после Великой Отечественной войны раздел Европы произошел, и нужно было отправлять и хлеб, и продукты животноводства за границу. И поэтому после того, как вот такие проблемы, после того, как мы выиграли такую великую войну, сколько людей погибло, не снизили эти планы заготовок, а наоборот, только повысили. И, конечно, люди стали умирать. И плюс еще катастрофическая заслуга 1946 года. Вот те самые погодные условия, про которые говорили. И вот это, конечно, когда начинаешь анализировать, это, конечно, становится очень страшно. Помните, что в советское время говорили, что 20 миллионов погибло во время войны, но после войны полтора миллиона тоже, но это же какой ужас, да? Вот выросла официальная смертность, и численность сельского населения сократилась почти на миллион человек. И нужно было что-то решать, принимать какие-то решения, спасать ситуацию. И в 1948 году правительство собиралось, анализировало, и была поставлена задача полное самообеспечение СССР продовольствием за счет рационализации сельского хозяйства. Вот мы видим картину на Балдяна, Дмитрия, как все собираются, обсуждают, как бы нам накормить народ. Постановление 20 октября 1948 года от Совета Министров ЦК ВКПБ о плане и как, собственно, было принято решение решать эту ситуацию. План полизащитных лесонасаждений, внедрение травопульных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких уросточевых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. Это нужно было сделать в Поволжье, Западном Казахстане, Северном Кавказе и Украине. Огромная территория, конечно, предполагалась к изменению климата. Это была первая в истории человечества крупнейшая экологическая программа воздействия на климат огромной территории, признанная навсегда оградить плодородные сельскохозяйственные земли от губительных суховеев, пыльных бурь, почечной эрозии и дефицита влаги. Ученые этим занимались, конечно же, это все не на пустом месте. Вот такой плакат людям показывали. Вот эти клеточки, это как раз зеленых насаждений, там чуть ли не от Балтийского моря до Уральских гор, я так понимаю, здесь и каналы, и реки, в основном зеленые насаждения. Как это все решалось, воплощало в жизнь? Великим планом преобразования природы предусмотрено слово такое, облесение, от слова лес, облесение гектаров огромного количества именно песков, пески надо было остановить. Сажались лесозащитные полосы на водоразделах по границам полей, по склонам балок и обрагов, тоже останавливали разрушение земли. И пески закрепляли с помощью того, чтобы сажать сосны. Мы помним, всегда как-то сосны, песок, это как-то классика жанра. Тоже ученые изучили, сосна высотой всего 7,5 метров собирает за зиму более 100 килограмм из марзи-иния. То есть небольшая сосновая рощица способна добыть из осадков несколько десятков тонн влаги. Не просто так. Конечно, к решению этого вопроса было подключено огромное количество специалистов. Была создана Всесоюзная Академия Сельскохозяйственных наук, Восхнил, научные учреждения Академии наук СССР, университеты, 5 ведомственных специальные лесные сельскохозяйственные учебные заведения Москвы, Ленинград и многих-многих-многих городов. Конечно же, все это базировалось на науке и не просто на пустом месте возникло. Конечно же, плакаты, конечно же, агитация через науку и знания к высоким урожаям. Где с наукой дружит колхозник труд, там обилием славится край и поля золотые богаче дают для родимой страны урожай. Готовятся специалисты. Конечно же, обратите внимание, выпуск 1949 год. В 1948 году принято решение, в 1949 году как раз эти специалисты поедут заниматься лесонасаждениями. Вот вырезка из газеты. Хороших успехов добился в текущем году коллектив Успенского государственного лесного питомника. Выращены десятки миллионов сеянцев, сотни тысяч саженцев древесных, кустарников, их плодовых пород для колхозных садов и полизащитных лесных полос. Опять смотрим документальные кадры. Это диафильм. Очень классическая композиция. Старый большевик, рядом с ним молодой человек, пришедший с войны, герой Советского Союза, звезда у него героя, и пионер. В руках они держат схему лесонасаждения, лесополос. На заднем плане у них это все посажено. Они планируют. Товарищи колхозники, досрочно выполним государственный план посадки лесных полос. Они защитят наши поля от суховеев и создадут условия для получения высоких устойчивых урожаев. Писали песни, гимны, стихи, плакаты. Молодой человек несет саженцы, в кармане у него план. Все хорошо. Чтобы снять обильный урожай, лес береги и лес сажай. Очень хорошая композиция, она мне очень нравится, потому что она построена по совершенному классическому принципу. Мы помним сейчас, вся реклама, сначала все плохо, потом происходит нечто, которое должно спасти ситуацию, и третья позиция, это когда все хорошо, когда все приняли все таблетки, которые нужны. Здесь то же самое, слева картинка, дикое нелюдимое место, пески, овраги, камни да кочки, птицы и те прочие из него улетают. Дальше центральная композиция. Пришел пролетарский ученый, собрал деревенскую молодежь, ямок накопали, саженцев насажали, пески разровняли, песни распевали, весело. И третья апофеоз, а когда молодежь подросла, на диком нелюдимом вместе с ней вырос величавый лес, сильный могучий лес, помощник трудовых рук. Вот конечно же сельскохозяйственная техника, все тут как бы по науке делалось, сажали разные растения и деревья липа, ясень, дуб, то, что растет быстро, то, что дает много влаги, даешь много листьев, акации желтые и многие другие растения. Вот интересно, вот эта фотография, я может быть ошибаюсь лично, но мне кажется, что это тот самый клён американский, который завезли сюда возможно для вот этих лесных полос лесонасаждений, а сейчас народ не может избавиться от сорного растения, но здесь вот видите, аккуратненько посадили, даже смотрят насколько быстро он растет. Для того, чтобы были птицы, сажали кустарники, малину, смородину, рябину, и вот интересно, что узнала я о существовании, наверное, люди знают об этом, я вот, честно говоря, не знала, оказывается, есть ещё смородина золотистая, и золотистая она называется не потому, что она вот как чёрные и белые ягоды, да, и золотые ягоды, нет, ягоды обычные совершенно, там, бордовые, оранжевые, всякие разные, но цветы очень красивые, и вот такое впечатление, вот я лично для себя решила, не так давно у себя в районе я вот увидела как кусты посаженные, вот именно, именно как ландшафтный дизайн, вот такие интересные, интересные кусочки, думаю, что ж такое-то, а потом, когда занималась вот этим вопросом, я поняла, что это та самая смородина золотистая, которая высаживается для оформления сейчас городов и населенных пунктов. Интересная тема, что не просто лиственные растения сажали, сажали еще плодовые деревья и кустарники, предполагалось, что это до страны еще 700 тысяч гектаров новых фруктовых садов. Сажали сливу, яблоки, вишни, груши, ну, все, что как бы можно кушать. Зарастут пески и овраги, полноводнее станут реки, урожайнее колхозные сады. За труд мастера огородов садов теперь за нами слово. Вдоволь дадим овощей и плодов сочных, вкусных, дешевых. Это все надо было поливать, конечно, и поэтому началась программа по формированию рачительных систем. Было создано в СССР около 4 тысяч водохранилищ, прудов, водоемов. Вот здесь на плане это все примерно видно. Этот план решал еще задачи охраны окружающей среды. Предполагалось, что и лесополосы, и водоемы должны были существенно разнообразить флору и фауну. В воды местного стока росят поля, позволят развить рыбоводство и водоплавающую птицу. Вот так это все выглядит с высоты птичьего полета. Это я нашла фотографию в интернете. А вот это фотография буквально на прошлой неделе. я летала в Самару из окна самолета подлетая к Волге вот собственно говоря увидела такую картину. Поэтому я думаю, что это примерно может быть оттуда осталось, может быть сейчас сажают, не знаю. И вот для того, чтобы люди понимали на пальцах как бы надо людям было объяснять, чтобы было с чем сравнивать. Если представить площадь всех лесонасаждений в виде полосы шириной в 30 метров, то она могла бы опоясать земной шар в 51 раз. Представляете, какое масштабное вообще мероприятие планировалось к реализации. Это Средняя Азия, превратим пустующие земли в плодородные поля. И конечно водные пути, плотины, каналы, они позволили увеличить систему водных путей и получать огромное количество энергии, которая тоже нужна была стране. Лес рубит, щепки летят. Конечно же мы знаем вот эту всю трагедию, что делались водохранилища, затапливались огромные площади плодородных земель, деревни, города, храмы, монастыри. В общем, конечно, трагедия была ужасная. Многие города ушли под воду. Это то, что Тверская область, это Калязин, Мишкин, Витягон, Спочеш, а вот под Самарой тоже, оказывается, Тольятти. Это же Ставрополь-на-Волге назывался в свое время, когда Самару и Ставрополь-на-Волге. А потом, когда делали водохранилище в тех краях, часть города Тольятти, точнее, старинного Ставрополя, ушла под воду, и Тольятти сейчас совершенно новый город, современный. В литературе, конечно, нашло это отражение, все читали «Прощание с матерой», это не в наших краях, это, наверное, Алтай, но тем не менее, тема та же самая. Но, собственно, идем дальше. По плану Сталина преобразуем природу. Продолжается решение этой задачи. План предусматривал не только абсолютное продовольственное самообеспечение, вот эти такие красивые картинки, это все в планах, но и наращивание со второй половины 60-х годов экспорта отечественных зерных мясопродуктов. Что, собственно говоря, результаты этого сталинского плана? Выросла урожайность зерновых, овощей, трав, производство мяса и сала в 51-м году по сравнению с 48-м выросла в 1-м 80%, а свинины вообще на 100%. Видите, какое смешное, нет на свете краше птицы, чем свиная колбаса. И все, наверное, узнают вот эту книгу. И как-то, вот я, конечно, и в моей семье эта книжка была тоже, и у друзей, но сейчас я обратила внимание, что, смотрите, три раза она выходила 1-й 39-й год до войны. У меня такая книжка тоже была, к сожалению, сгорела, дом подожгли, сгорела она там у меня. А второе издание 1000 дел, 1948 год. То есть это разгар как раз за голоду, то есть все плохо, продуктов нет. В 48-м году только принимается решение о том, что это все необходимо, и выпускается вот такая книга о вкусной здоровой пище, где, пожалуйста, вы можете это приготовить. Тут, честно говоря, я не знаю, сарказм, издевательство или, наоборот, ребята, подождите, все будет хорошо через какое-то время. То есть это вступает уже, наверное, такое понятие, как социалистический реализм. В 49-м году выходит фильм «Кубанские казаки», все мы его знаем, как там все хорошо, хотя это 49-й год. Что такое социалистический реализм? Это идеализированное изображение жизни процветающего и счастливого общества людей, строящих светлое будущее под руководством коммунистической партии. И на ВДНХ очень много, конечно, можно видеть примеров вот этого социалистического реализма, и фонтаны, и павильоны, много-много всего. Ведь ВДНХ, она уже потом стала ВДНХ, а сначала это была всероссийская сельско-хозяйственная выставка, призванная показать достижения колхозного строя, и как всё хорошо сейчас и будет, если у кого нет. Сами понимаете, что это такое. Все мы пожили. Вот, пожалуйста, по-моему, это каменный цветок. А может, каменный? Не помню. Да, по-моему, это каменный цветок. Смотрите, тут какие колосьи, тут какие-то фрукты, овощи, конечно, изобилие полное. И вот всё-таки мы сегодня про метро говорим, поэтому потихонечку спускаемся под землю. Вот, пожалуйста, вам такая, все, наверное, знают, станция метро киевская радиальная, вот такая мозаика великолепная. Там много мозаик, много где и фруктов, овощей, но вот и такая самая характерная. Она мне понравилась, как легко женщина держит вот такой вот, сколько она может весить вообще вот этот качан. Тем не менее, пожалуйста, вот она так легенькая, вот так на плечико, раз, ну, в общем, все счастливы. И вот возвращаемся, значит, наконец, к теме нашего сегодняшнего рассказа. 30 января 1950 года станция Ботанический сад впустила новых пассажиров. Смотрите, все какое черненькое, ну, это вот старые фотографии, мы видим здесь пальмовые ветви, которые обвивают часы, мужчина стоит со снопом сена, женщина стоит с букетом цветов. Они, значит, радостно друг на друга смотрят. Так выглядел фасад, вход в станцию метро в 2015 году. Видите, все серое, все черное, все коричневое, и кто внимательно смотрел, под буковкой М стояла скульптура. Сейчас вот ее в 2015 году куда-то она подевалась. Ровно год реконструкции станции метро проходила. 15 мая 2016 года проспект Мир Кольцевая была вновь открыта, женщина вернулась на звездо, все стало значительно красивее, беленьким покрасили, золотом, темные детали естественно нанесли вот эту бронзу, золото. Хочется мне немножко поговорить об этой фигуре. В свое время, когда была станция метро открыта еще в 1952 году, под часами была поставлена скульптура, которая называлась Изобилие. Автор Прасковья Васильевна Мельникова. И не зря люди, конечно, учатся в институтах, не зря они изучают историю, и, конечно же, вот это изобилие, мы видим перекличку со скульптурой старой жрица-богиня Церера. Церера это в древнегреческой мифологии и древнеримский это богиня Земли. Смотрите, поза здесь примерно одинаковая, коленочка правая вперед, рука закинута вверх, бедро немножко в сторону, и вот эти закинутые руки, может быть, кто-то изучал психологию, вербально-невербальный язык, вот когда мужчину, женщину видеть, он так вот сразу посмотрите на меня, пожалуйста, вот так вот, раз, раз, я извиняюсь, я не знаю, вот, а женщина, наоборот, она поправляет прическу, то есть она оголяет себе вот это вот место, то есть это некий призыв к тому, что я готова с тобой познакомиться. И вот это вот скульптура изобилия, я не знаю, конечно, Прасковья Васильевна имела в виду это или нет, но тем не менее, вот такой невербальный язык существует, и здесь мы его видим. Поближе можно посмотреть вот эту вот всю красоту, здесь видим и ягоды какие-то, и винограды, и лавровые венки, и пшеницу, тюльпан, вот я смотрю, тут есть, можно рассматривать, конечно, бесконечно. Вот интересно, буковка М, сейчас она буковка М везде одинаковая, у московского метрополитена она вполне определенная, у санкт-петербургского другой дизайн, а когда все это дело начиналось, вот вы можете просто обратить на это внимание, что разные станции, где вот остались вот такие вещи, буковка М везде по-разному написана, и мы сегодня это увидим, обратим внимание. Заходим, заходим. Вот осталась такая фотография, что напротив эскалатора стена была украшена лепным барельефом с профилем Сталина, ведь это сталинский план преобразования природы. Когда мы беседовали с директором аптекарского огорода Ритиюмом, Александром Алексеевичем, он сказал, что а вы знаете, вот раньше вот именно эта стена имела выход прямо в ботанический сад, а потом типа вот ее замазали, заделали, не знаю, не знаю, документов я не нашла, но то, что профиль Сталина был, вот, пожалуйста, документальное подтверждение этому есть. Потом, естественно, когда культ личности уже был развенчан, здесь панно это убрали и в 57-м году стену оформили смальтовым панно Матери Мира. Все мы знаем, в 57-м году проходил фестиваль молодежи и студентов и именно по Первомещанской, которая была потом переименована в Проспект Мира, проходили как раз колонны с молодежью со всего мира. Вот, пожалуйста, Матери Мира. Ну, колонны остались. Тоже вот мы видим здесь сплошные гирлянды, венки, цветы, звезды, колосьи, пшеницы и колонны вестибюля с растительным узором. Интересно, все мы, наверное, знаем, что такое ордер у колонны. Это вот навершие такое красивое, которое соприкасается с потолком. И в основном чаще всего это, если мы говорим о растительном орнаменте, то говорят Каримский ордер, это акант в основном. Здесь мы видим, смотрите, интересные какие-то то ли маргаритки, то ли ромашки, то ли подсолнухи, но тем не менее, вот так, художники, хмель, смотрите, здесь есть, тоже интересно. Спускаемся вниз, идем вниз, видем, вот, собственно, вот такая вот станция предстает взору. Мне кажется, что эта фотография сделана на момент, когда станция еще не открыта. Похоже, это какая-то комиссия ходит, изучает, что-то такое, какие-то заметочки делает. Архитекторами этой станции были Михаил Минкус и Владимир Гельфрих, и визитной карточкой Владимира Гельфрика является проект высотного здания Министерства иностранных дел. Все мы его знаем. Там тоже очень интересная история этого, но сегодня мы про нее не говорим. Мы говорим сегодня про станцию Ботанический сад. Конечно, ее начали планировать задолго, вот, пожалуйста, 1949 год, план, развертка. Мы видим в торце бюст Сталину. Эта картинка нужна для того, чтобы, ну, мы все понимаем, что я уже говорила, что это сталинский план преобразования природы. Занимались ученые, исследовали, конечно же, опыт прошлых веков, наработки ботаников, агрономов, ну, достаточно давних. И вот, Костычев, Докучаев, их портреты должны были украсить эту станцию. Хочу еще раз обратить ваше внимание, это не портрет, это баррелье, это скульптура, да, это бюсты. бюсты. И вот на переднем плане прям, по-моему, то ли, по-моему, Мичурин даже, вот, так прочитывается чуть-чуть. А в торце, ну, Мичурин тоже чушь. Вот, а в торце, вот, просто, каждый раз буду обращать ваше внимание, смотрите, вот этот сталинский план преобразования природы, и стоит бюст. Это какая должна быть станция? Это проспект Мира, это ботанический сад, проспект Мира, мы про нее сейчас говорим. Да, это проект, это вот просто, сейчас мы рассматриваем проекты. Вот мы можем поближе посмотреть все эти бюсты. Ну, это фотография из книги, посвященная митрополитену, вот так это тоже должно было смотреться. И вот поближе я сделала вот этот торец бюст Сталина на фоне вероятного того самого плана. Поскольку станция посвящена этому событию, этому явлению, этому проекту, понятно, что этот план должен был здесь как-то присутствовать. Еще один вариант, пожалуйста, торец немножко по-другому оформлен, там уже профиль Сталина, там уже знамена, но тот же самый план. По-другому оформлен потолок, другие люстры, пол коричневый, но тем не менее, значит, вот понятно, что должны были предложить несколько вариантов, из которого нужно было выбрать лучшие. Выбрали вот, собственно, такой, как мы его сейчас видим. Массивные кубические пилоны, облицованы кремом-мрамором, а фарфоровые капители, стилизованные под коринкс-керна. Фарфоровые капители, все детали фарфоровые московского метрополитена, ну, как минимум, эпохи социалистического реализма, изготавливались на ленинградском, на ломоносовском фарфоровом заводе. Оттуда все это дело привозилось. Что такое пилоны? Пилоны – это колонны в сечении квадрат. Здесь они поддерживают своды потолка. Немножко хочется поговорить про коринкский ордер. Один из трех классических архитектурных ордеров Древней Греции. Его характерной особенностью является необычный капитель, верхняя завершающая часть, в виде корзины, украшены стилизованными листьями аканта. Вот вандорические, онические и коринфские листья аканта. Акант – вот он, вот оно, это растение, и вот, пожалуйста, коринфский орден, такой классический, очень красивый, тут со всех сторон его показывают. Почему коринфский, почему он так называется? Оказывается, в V веке до н.э. в городе Коринфе жил архитектор, строитель Зочи. И однажды он пришел, звали его Калемах, и однажды он пришел на кладбище, гулял по нему, смотрел, и вдруг обратил внимание на могилу молодой девушки, которая недавно была похоронена, и ее кормилица, не знаю, куда девать вещи, она принесла корзину с ее вещами и поставила на могилу этой девушки. И не заметила, что поставила она на росточек аканта. Прошло время, и акант нашел себе дорогу и обвил эту корзину таким красивым образом. И в это время увидел эту композицию Калемах. Ему так она понравилась, что он ее тут же зарисовал и подумал, как было бы красиво, если бы ордер у колонны мог быть в таком виде. Вот он, собственно говоря, с тех пор и называется коринфским. И вот этот коринфский ордер, вот этот лист аканта, как раз вот такой закручивающий, мы видим на станции метро проспект Мира. Здесь не только листья аканта, вот они такие большие, эти пилоны, они такие массивные, и поэтому по классике вряд ли бы получилось, поэтому он только в четырех уголочках. Придете на станцию, обратите внимание. Ну, а над карнизами пилонов широкий керамический фрез, на которых изображен рельефный растительный орнамент. Здесь и венки, и листья, и бутоны, ну, знамена, естественно, тоже. Вы, наверное, обращали внимание на эти круглые медальоны. Их 16 разных совершенно. Скульптор Мотовилов. И изображают они агрономы, цветоводов, садоводов за работой. Ну, собственно, тема сельского хозяйства. Они принимают участие в реализации сталинского плана преобразования природы. Хочу обратить ваше внимание, смотрите, вот этот медальон обрамлен, опять же, листьями пальмы. Как мы видели при входе, часы были обрамлены пальмами, листьями. Ну, что такое пальма? Мы же помним, да, это символ победы, превосходства, славы, ликования, долголетия и бессмертия. И поэтому понятно, что листья пальмы должны здесь обязательно присутствовать. Вот тут вот эту фотографию мне хотелось вам не... Вот с левой стороны сама по себе фотографии, а с правой стороны увеличенный фрагмент для того, чтобы я вам... Ну, чтобы вы поняли, что я имела в виду. Похоже, здесь очередная комиссия. Вот эти медальоны еще не закреплены, как вы обратили внимание, да, то есть вокруг листья пальмы есть, а самих медальонов еще нет. Это, наверное, какой-то промежуточный. Но мне показалось, сегодня я рассматривала фотографию, что все-таки в торце что-то было. И на этой фотографии, на этом слайде замазали. Вот видите, там как-то не очень... С правой стороны, если внимательно посмотреть, замазана вот эта вот сзади какая-то информация, которая была грубовато, грубовато замазана, и это мне дало основания думать, что все-таки там что-то было. А что было? А было... Продолжим чуть-чуть. Вот я сейчас немножко вам покажу вот этих агрономов, девушек, молодых людей, садовниц. Вот, пожалуйста, здесь и хлопок выращивают, и виноград выращивают, и кубанский такой, как бы казак, скорее всего, вот тоже кукуруза. Вот. Ну, еще раз полюбуемся на эту красивую станцию, и переходим уже на путевую платформу, и с правой стороны, с этой стороны мы тоже видим решетки вентиляционные, которые оформлены. Вот тоже. Рог изобилия слева, рог изобилия справа, вываливаются тоже прям вот виноград, здесь и какие-то перцы, возможно. Естественно, снапык пшеницы. И вот, да, немножко я перескочила. Вот эта фотография, смотрите, к вопросу о замазанности. Все-таки похоже, если мы посмотрим туда, вглубь перона, внимательно, то мы увидим, опять же, медальон, профиль, вы догадались, чей, знамена, пожалуйста. Это единственная фотография, которую я нашла, где в торце все-таки эта композиция была реализована. И похоже, там, где замазана, я несколько фотографий назад показывала, похоже, когда развенчали Сталина, надо было все-таки фотографию оставить, а Сталина замазать. Вот похоже, замазали именно это. Но это мои домыслы, допуская, что это может быть и не так. И вот смотрите, здесь мы видим уже полностью замкнутую кольцевую линию Паргорькова, Калужская, помните, это не та Калужская, которая сейчас, это сейчас вот Октябрьская, сейчас потом Серпуховская, Добрынинская, Павелецкая, Таганская, Курская, Комсомольская, и вон там вот Ботанический сад, Новословодская, Белорусская и Краснопресненская. И вот, пожалуйста, в 54-м году всё было уже замкнуто. А в 58-м году, это уже фестиваль прошёл, в западном торце Вестибюля был совершён переход на станцию Ботанический сад Рижского радиуса. Ну, во-первых, это демонтаж вот этой вот торца, как вот я говорила, со Сталиным. И вот обратите внимание, не рижского диаметра, а рижского радиуса. Вот более поздняя станция. Смотрите, да, опять мы берём кольцо, берём Ботанический сад. Дальше она не пересекает до Октябрьского город ещё. Это радиус идёт туда, на ВДНХ. И, кстати говоря, в книге, которая выпущена, по-моему, Музеем архитектуры, написано, что на самом деле Ботаническим садом эта станция названа не потому, что рядом Аптекарский огород, а потому, что именно отсюда можно было доехать до того самого Ботанического сада имени Цицына, который мы его знаем, а он располагался как раз на территории Большой Останкинской рощи, помните, Останкина, усадьба, церковь, сам усадебный дом и огромный-огромный парк. И вот на территории этого парка собственно был разбит Ботанический сад. Открыт он был в 1945 году, и, вероятно, собственно, эта станция, Ботанический сад так и называлась именно по тому Ботаническому саду, а не по Аптекарскому огороду. Такая информация тоже есть. Поговорили мы про проспект Мира, про Ботанический сад, станцию метро, но оказывается, в Москве есть еще одна станция, которая посвящена Сталинскому плану преобразования природы. Это Павелецкая радиальная, но не сама станция, а входной вестибюль. На предыдущем слайде мы видим с правой стороны такой между потолком и стенкой такой идет карниз цветной. Если приблизить поближе, то мы видим, что на мазачном фрезе, расположенном под куполом большого круглого зала, изображены гирлянды четырех видов хлеба, плоды, цветы и овощи. А за гирляндами видны леса, сады, реки. Гирлянды разделяются знаменами из яшмы, а на знаменах высечены строчки. Из гимна о лесах. Помните, я говорила, что сочиняются стихи, песни и даже гимны. Вот, собственно, вот эти вот из яшмы и знамена. Тоже там были профили Сталина, потом там сейчас звездочки, но фотографии остались, где был профиль. А сзади вон те самые лесополосы, их видно. Вот, пожалуйста, более крупно. В леса и сады мы обрядим отчизну, мы на пустыне двинемся войной. Конец на вечной засухе положим, изменится лицо земли родной. Вот, собственно, говоря, когда мы спускаемся на экскалатор, мы видим вот такую огромную композицию. Туда не подойти, вот максимум, куда я смогла подойти. Хотела покрупнее каждую отдельную деталь, но вот, к сожалению, никак не получилось. Видите, тут тоже овощи, фрукты, гирлянды, знамена, ленты. И на лентах как раз написано основные направления строительства вот этих лесозащитных полос. Саратов-Астрахань, Камышин-Волгоград, Чапаевск-Владимировка. Это уже станция сама по себе, но она, в общем, была построена раньше, совсем как бы, поэтому вот просто вот такие вот тут уже интересные детали. Ну, собственно говоря, что происходит дальше? Со смертью Сталина в 1953 году выполнение плана было свернуто. не совсем я это понимаю, честно говоря. Вот Хручев выдвинул другой план увеличения производства зерновых культур путем резкого расширения пассивных площадей за счет освоения целинных земель. Конечно, и Сибирь, и Казахстан, было много нераспаханных степей, целинные земли, и вот, собственно, было принято решение осваивать целину. Призывались туда работать молодежь, она ехала, поднимает целину, этим земляне цены, больше год от года брать должны мы с целины хлеба для народа. Ну, коккурузу, конечно, про которую мы все знаем, вот, пожалуйста, тоже рекламные плакаты, но параллельно с этим зачем-то начали вырубать лесополосы. Казалось бы, ну, растут и растут, ну, распахивай ты свою целину, пожалуйста, не вопрос, ну, зачем ты вырубаешь лесополосы, пруды были заброшены, естественно, засохли, рыба, естественно, в них перестала водиться, и, соответственно, в 62-63 году произошла экологическая катастрофа, в том числе связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разродился продовольственный кризис. Осенью 62-го года исчезли хлеб-мука, начались перебои с сахаром, сливочным маслом, и было объявлено о повышении цен на мясо и на масло. И в 63-м году в результате неурожая и отсутствия запаса в стране впервые после войны было продано 600 тонн золотого запаса. СССР закупил на эти деньги около 13 миллион тонн в тонн зерна за границей. И вот интересно, что опыт этот используется, нет пророка в своем отечестве, программа в Пакистане восстанавливают леса и высаживают деревья, программа цунами из миллиарда деревьев, крупнейшая история Пакистана, проект повысить лесов. Вот, пожалуйста, люди понимают, что это необходимо. А теперь мы быстренько пробежимся по другим станциям. На самом деле в одной лекции необъятного информации очень много, и поэтому мы сейчас буквально немножечко пробежимся. Вот эта станция, я ее знаю с детства, она моя любимая, и почему-то сразу, вот она, вы помните, там была Каххозная площадь уже называлась, и станция называлась Каххозная, по-моему, насколько я помню. Потом ее уже в Сухаревскую переименовали в 90-х годах, но сразу я обратила внимание, вот стоишь в торце и смотришь, и вот эти слева и справа пилоны, как мы знаем, они называются, немножко такие приталенные, вот у меня, например, вызывают ассоциации, что это колосья. Когда я внучку туда повела, мы гуляли куда-то, в театр шли, и я показала, смотрите, колосья, она говорит, бабушка, это же, смотрите, это снопы, вон они стоят, снопы сена, ну что, наверное, скорее всего, автор этой станции проектировал, имел в виду, это, ну она же колхозная изначально была, Октябрьская, бывшая Калужская площадь, и эта станция, конечно, очень, я ее люблю за то, что она такая очень, скажем так, концептуальная, эта станция, единственная во всем Московском метрополитене, а, буква КМ, посмотрите, да, она такая, тоже здесь, вон она, с левой стороны, наверху, вот, она вся оформлена одним, единственным растением, это лавр, вы можете внимательно посмотреть, обратить внимание, и не просто, почему лавр, потому что лавр, это слава, это память, это бессмертие, и это станция Мемориал, она оформлена, вот, собственно говоря, мы видим на полу, да, вот это вот идет гирлянда из лавровых листьев, на путевой стене тоже лавровые веночки маленькие, а самое главное, на сводах вы увидите профили солдат, матросов, партизан, медсестер, просто людей, эта станция посвящена памяти пропавшей без вести во время Великой Отечественной войны, то есть предполагается, что человек, она была открыта вот в 50-е годы, то есть война-то была не так давно, предполагается, что каждый человек, спустившийся на эту станцию, вспомнит своего мужа, брата, сына, друга, любого другого родственника и мысленно впишет в эту пустую табличку, видите, там пустая табличка под портретом, под профилем, и все они лавром, лавром, лавром украшены, потому что это память, это слава, это бессмертие. На Серховской вот тоже такой ботанический сад интересный, смотрите, здесь у нас и хлопчатник, по-моему, и кукуруза, и виноград, я смотрю, и какие-то цитрусовые, тоже, пожалуйста, оформлены растениями. Ну и, конечно, Таганская, это тоже станция-праздник, станция тоже памяти о героях Великой Отечественной войны, и понятно, дуб, да, мы видим, дубовые листья, это тоже как бы мемориальное такое растение, мы видим опять лавр, но почему вот здесь тюльпанчики какие-то, гвоздички интересные, вот подойдите, посмотрите, ну, когда будете на этой станции, вот почему-то вот такие интересные цветочки здесь вот на плитках выложены, вот, очень люблю, оно такое красивое такое сочетание, очень люблю бывать здесь. В переходе с Киевской на Киевскую здесь, смотрите, даже какой-то какой-то злак, может быть, это овес, ну, пожалуйста, тоже, вот видите, имени Кагановича, мы помним об этом, узнается. В Киевской радиальной мы про нее уже поговорили, мы видели тыквы и капусту, а вот здесь, пожалуйста, тоже много всяких разных цветов, плодов и ягод. Ну, кто не знает Маяковскую, да, это уже классика жанра по тоже интересной истории, не так давно узнала, вот мы говорим Дейнека, Дейнека, по рисункам Дейнеки, но на самом деле главное лицо здесь мозаичист Фролов, который работал в Ленинграде, сначала в Петербурге, Петроград, Петербург, Петроград, он был преподавателем и главным сотрудником мастерской по мозаике, и, конечно, он, когда обращался к художникам, он выбирал, каких художников брать, каких нет, и эту мозаику выкладывал Фролов, конечно, да, а эскизы и Дейнеки, вот эти чудесные подсолнухи. Новослободская, понятно, что все мы помним, но первое, когда мы говорим о ботанике в метро, наверное, все вспоминают в первую очередь Новослободскую, но просмотрев все вот эти мозаики, я поняла, что узнается только гвоздика с левой стороны, и то, чего я сюда не поместила, тюльпанчики, вот тюльпаны, как бы, да, каменный цветок на Курской, где любят встречаться, он один такой каменный цветок, вот тоже, смотрите, листья и аканты, тоже какие-то тут интересные цветы, какие-то узнаются, какие-то нет, и вот, собственно, к вопросу, вот это замкнутое кольцо, еще раз мы посмотрим, Курское Большого Кольца, помните, мы вначале говорили, что Кольцевое Большого Кольца, ну, пожалуйста, 45-49 год, Большое, Курское Большого Кольца, тоже на пути, тоже такая, значит, композиция, тоже винограды сплошные, тут и так далее, из современных, Озерное, вот, пожалуйста, вообще Солнцевская линия, по-моему, она вся в цветочках, ну, вот я, собственно, была на Озерной, что и сфотографировала, и поезд Акварель, который ходит по Арбатско-Покровской линии, по Синей, 2007 года, почему я этот поезд нежно люблю, потому что, работая в школе Акварели Сергея Андреяки, я стояла у истоков этого поезда, мы его придумали, мы его сделали, после чего он стал достопримечательностью города Москвы, но вот он такой вот весь в цветах и продолжает сейчас пока ездить, ну, собственно говоря, я вас, наверное, заговорила, сегодня мы, наверное, уже закончим рассказ, замечательный рассказ, интересно, конечно, мы в истории оплынулись в прошлое, спасибо большое, как, меня приглашали в разные места такие лекции читать, у меня их три, сейчас пока готовых, одна вот ботаника в московском метро, вторая у меня лекция называется «История розы в истории искусства», третья лекция у меня называется «Символика растений в искусстве на примере портрета императрицы Елизаветы Петровны», там, знаете, такой интересный портрет конца XVII века, императрица в таком большом-большом венке из разных-разных-разных-разных цветов, и художник, он не зря, он не просто так этот орнамент сделал, он каждое растение поместил со смыслом, почему, как, что, чего, и мы разбираем каждое растение, каждый цветок, и почему он его здесь разместил, тоже очень интересно. Так вот, я где-то там прочитала, надо же, я пришла, слушаю, я хотела послушать про растения в метро, а слушала про сельское хозяйство, слушала, 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 а потом поняла, в школе такого не узнаешь, а вот послушаешь про метро, и целая история, то, чего, не знаю, вы, может быть, знаете, я об этом не знала, не знала, так что, вот интересная выкапывается информация, когда начинаешь копать глубже-глубже, прям очень интересно. Спасибо большое. Приглашаю. Редактор субтитров А.Семкин